друзья всем привет с вами я михаил шилов автор этой группы автор группы боевые искусства также проектов budushin.ru budublog.ru macivara.ru это то что касается боевых искусств вот так ну и этот эфир не очень длинный будет что нет надо доехать до стоматолога срочно сломали мне зуб напополам надо ремонтировать вот к вот значит поговорим мы сейчас о том когда стиль значит оформляется в таковой и когда школа становится школой почему на эту тему собственно говоря заходит разговор разговор зашел вот почему потому что о новоделах очень часто говорят что ну вообще все новоделы формируются тогда когда тот кто их формирует оказывается недоволен тем что существует и пытается это как-то усовершенствовать чаще всего это происходит как некое объединение различного рода концепции в одну вот то есть мастеру кажется что в стиле в котором он занимается который он там и постиг чё-то не хватает и он его дополняет чаще всего он его дополняет не своим чем-то собственным прям вот вообще совсем-совсем аутентичным только для него а берет это из других стилей то есть происходит некое объединение бывает что происходит объединение техник а бывает что происходит объединение с тратегий каких-то так вот когда собственно говоря вот этот новодел становится стилем потому что всегда когда он только появляется такой новодел про него говорят это вообще не стиль это мухи мед говно и пчелы это просто соединенные между собой вот такие-то два направления но проходит какое-то время и все и стиль становится стилем и потом боевым искусством даже отдельным вот возьмем например то же самое там айкидо на заре формирования айкидо что это такое было это было джиу-джизу соединенная с кэндо все перемещения взяты были из кэндо система противодействия захватом была взята из кэндо перемещение тоже а приемы в большинстве своем это были приемы из джиу-джизу то есть вся базовая составляющая воздействия на суставы на работу с противоходом инерции противника все было взято из различного из различных стилей джиу-джизу которые знал у иши-марихай он был с ними очень хорошо знаком вот и появилась собственно говоря айкидо то же самое происходило с каратэ если кто-то может там сказать что каратэ это вот автохтонная для окинавы образование ничего подобного мы же все знаем что это было каратэ как кара вообще был иероглиф такой который записывался как там китай времен там чего-то 5 10 и только потом фунакоши кичин ты пересмотрел и кара стала там это пустая типа каратэ пустая рука пустота там сначала это было все не так и опять же было то т еще да вот и что и что это такое было на кино и это были модифицированные определенным образом даже не модернизированы именно модифицированные китайские стили которые тоже объединялись с чем-то своим с чем-то чужим в итоге формировались вот направление значит эти караты об этом кстати я отдельный подкаст запишу почему собственно говоря о бакинавских стилей и прежде всего ашотокани который выпадает из когорты который в общем то является основой как говорится всего несмотря на то что год жюрю там очень являются ну считаются как бы более старыми направлениями сохранившими изначальную традицию ну так вот дальше а значит то же самое касалось свое время кёкушин карате то же самое касалось в свое время кикбоксинга да а уж тайский бокс вообще формировался на стыке индо китай то есть индия китай понимаете тут мухи мухи мед и все остальное да тут вообще все кикбоксинг в свое время формировался говоришь да что за кикбоксинг где никакого кикбоксинга объединили между собой бокс и ударную технику карате вот и кикбоксинг появился знаете вот сколько всего да то же самое было в свое время с тэквондо но проходит какое-то время самбо вообще самбо сборная солянка из всего чего только можно и в итоге что мы получаем мы получаем на про сначала стиль потом школу а потом мы в итоге получаем отдельное боевое искусство направление целое до формирующие за сформировано хоть дзюдо тоже свое время кана взял из многих направлений своего джиу-джитсу он правда другие направления не подключал но вот я говорю про такие где было самосоединение возьмем более более сноводилы позднее так у до например тоже сформировалась в отдельные направления уже никто сейчас оспаривать не собирается том что это полностью сформировавшиеся по сути школа вот так вот вопрос сколько нужно времени чтобы стиль получил признание потом сформировался школу и выделился выделить выделился в отдельный вид боевого искусства да блин понимаете для человека понимающего умеющего анализировать этот процесс происходит довольно быстро по крайней мере в его голове а вот для упертых которые не хотят с этим сам где считаться они могут упираться очень долго придумывая различного рода оправдания бы там еще какие-то там не знаю аргументацию по поводу того что все это никакие не школы не стиле не направления это вот просто сборная солянка как в свое время наш премьер-министр сказал такие вещи делаются по типу компота берется одно другое 5 10 все мешается и так далее нет ребята но не просто мешается понимаете это вы делаете не фарш то есть вы не кидаете мясорубку все и там получается фарш там равномерно перемешанный а вы готовите блюдо вы выберете ингредиенты и не просто мешаете их вот абы как а собираете из них определенные блюда в котором ингредиенты уложены в определенной концепции более того одни кладутся при приготовлении самки блюда раньше это про систему подготовки тренинга другие позже третье вообще под конец приправы посыпаются тоже в в определенный момент а иначе ничего не получится если все просто перемешать и засыпать ингредиенты все это блюдо не выйдет понимаете вот в чем суть конечно стиль когда формируется и формирую стиля потом школах формируется то это как и вот именно приготовление вот этого самого блюда она оттачивается со временем какие-то происходят добавки до под вкуснители немножко меняется технология для того чтобы улучшить все это дело в итоге получается блюдо достойные ресторана мишлен вернее от мишленских звезд вот в ресторане вот здесь то же самое так вот сколько нужно времени например чтобы тот же самый там ммэй в итоге посчитали отдельным направлением и даже отдельным видом моего искусства да блин да вот можете прямо сейчас считать начинать не надо говорить то что там сбор правил менять набор правил для м ммэй это только тогда когда по этим правилам происходит соревнования вот если на allow не происходит то каким-то правилам можно считать что это только на обратном правил а если люди тренируются и без соревнований и вполне себе нормально этим делом сам занимаются не участвуют в соревнованиях а участвуют только в свободных каких-то спаррингов, причем с направлениями самыми разными, в матчевых самовстречах и все, то понимаете, это уже не соревнования и соответственно о правилах не идет речь вообще. Абсолютно никак. Вернее, не только о правилах, это само по себе направление. А почему, вот сегодня буквально прочитал, один человек с вами писал, и когда я ездил в свое время еще на сильное шоу, тоже речь шла о том, задавал вопрос один журналист, а вернее свою точку зрения доказывал. Да и нет никакого ММА, например, это касалось и кикбоксинга тоже, и вообще не важно чего, всего того, что родилось на стыке разных видов боевых искусств. А можно отдельно заниматься, предположим, боксом, давайте про кикбоксинг, а то мне все говорят, что это я топлю за значит ММА, давайте не будем так, давайте про кикбоксинг поговорим. Вот, можно отдельно заниматься боксом и отдельно поставить технику ног, причем технику ног можно поставить у мастера Тэквондо, например, да, чтобы там самая лучшая техника ног, самые легкие ноги, и все, и вот потом выходим и деремся по кикбоксингу. Да ни хера, ребят, не получится, вот не получится ровным счетом вообще ничего. Такого кикбоксера будут бить и боксеры, и Тэквондисты, скорее всего. Почему? Потому что, занимаясь двумя вещами сразу, он ни в том, ни в другом не может сосредоточиться и систематизировать свои знания. В итоге в каждом из видов отдельно он будет хуже, а объединять он их не умеет, потому что он умеет отдельно боксировать и отдельно бить ногами. И для того, чтобы ему перейти от одного к другому, нужно выполнить хренову тучу различного рода упражнений всяких разных, отработать кучу комбинаторий, где техника рук переходит в технику ног, поработать над тем, чтобы понимать правильно дистанцию, откуда можно выхватить одно и откуда не выхватить другое, и, соответственно, как бить самому, чтобы с дальней дистанции техники ног суметь пробраться в ближнюю дистанцию техники рук, или с длинной техники рук выскочить на дистанцию ног и встретить противника на ногу. То есть, понимаете, там это куча моментов, на самом деле, фиговая туча. И если он не занимается именно кикбоксингом, как кикбоксингом, то нифига у него и не получится. Он может отдельно стать и виртуозом в боксе, и отдельно виртуозом в тэквондо. А в кикбоксинге быть абсолютным нулем, и человек, у которого техника в кикбоксинге отдельно рук и ног хуже, будет его в итоге выигрывать. И вот возникает потом такая непоняточка, которая очень обижает, предположим, тех каратистов, которые прошли академию карате. То есть, академию я подразумеваю как некую школу, которые десятилетиями карате занимались. Десятилетиями. То есть, у них филигранная техника рук, филигранная техника ног, вот, изумительная скорость и все такое прочее. Но они никогда не занимались, предположим, элементами борьбы. Не владеют абсолютно техникой бокса. И когда они попадают в невыгодную для себя ситуацию, если это они проигрывают, они, потом они, значит, пробуют немножко наверстать эту тему. И те каратеки, которые все-таки выхватывали от люлей, от смешанных бойцов и самбистов боевых, вопрос в том, что они, может, их и били, там, ну, попадали на длинной дистанции, а на средний и на ближний баз уже это не получалось. Они в итоге шли, предположим, освоить технику борьбы. Выходили снова, и у них опять ничего не получалось. Почему? Ну, потому что он сначала делает технику карате, и, а потом, он ее не может перевести в борьбу. И лучшее, что он может сделать, например, это просто научиться защищаться в партеле, если он отдельно потренирует технику борьбы. И таких, на самом деле, много довольно-таки людей. Но это ведь, вот здесь как раз мы видим отсутствие стиля. Потому что стиль, в данном случае, если мы говорим про ММА, я опять вернусь, он подразумевает то, что человек умеет ударку превращать в борьбу органично. То есть, безостановочно. Он может из ударки плавно перейти в борьбу, и из борьбы плавно перейти в ударку, и даже в борьбе он может продолжать ударку. А в ударке он может бороться, если это клинч, предположим. Понимаете? Вот так это может выглядеть. Собственно говоря, несколько подобным образом это выглядит в тайском боксе, в котором только не хватает партера. Вот, и, в общем-то, по сути, и как бы все. Так вот, тайский бокс, он почему целостный? Потому что концепт ударов руками и ногами там выглядит как одно единое целое. И сваливание, скрутки, броски в стойке там выглядят как единое целое. Понимаете? А сейчас они еще взяли ноги, предположим, из того же карате или тейквондо и сумели влить их как единое целое. Долгое время они не могли нормально пользоваться руками. То есть, имеется в виду технику английского бокса. Но они научились и встроили в концепцию тайского бокса. И тайский бокс от этого не перестал быть тайским боксом. Он им и остался, просто он модернизировался. Вот они молодцы, понимаете? Вот точно так же модернизироваться может и любое абсолютно боевое искусство, будь оно ортодоксальное или традиционное, как угодно. Может. Но в таком случае, понимаете, это будет все равно концепт ММА. Вот мне говорят, ты топишь за ММА. Они того не понимают, что под ММА я подразумеваю не тот ММА, который... Вернее, не только. ММА, который вот соревнование. Для меня ММА это микс маршал арт. Это смешанное боевое искусство. Вне зависимости от того, какие существуют UFC, М1, Белла Торы и все остальное прочее. Мне пофигу на эти промоушены. Не они для меня ММА. Для меня ММА это те боевые искусства... Это то боевое искусство, которое интегрирует в себя все. Причем мне совершенно пофигу, какая там техника рук или ног используется. Используется ли там ударная техника ног из тайского бокса, или используется ударная техника ног из тейквондо или из карате. Это не важно. Главное, что эта техника ног вяжется органично и умело с техникой, предположим, рук английского бокса. С техникой рук карате. С техникой что угодно, но органично. То есть человек не то, что там действует сначала одним способом, потом останавливается и, условно говоря, действует другим. Точно так же вяжется органично техника традиционного карате с борьбой с дзюдо. То есть, или с какими-то бросками. Из-за других направлений абсолютно. Органично. То есть, встраивается реально. Посмотрите, предположим, как органично делает Рафаэль Агаев спортивное карате, спортивное ВКФ, да, как он органично броски делает. Понимаете, вот ни один традициончик, сколько бы ни говорил, что в традиционном карате есть бросковая техника, не сумеет так органично в динамике и на такой скорости выполнить бросок. Ну, не сможет, понимаете, потому что он этого не делает. Сколько бы ни говорили, что в карате есть бросковая техника. Ну, есть, ну и что, что есть. Если ее не делать, она не будет работать. А он ее делает с любым партнером, когда партнер, как правило, выше, сильнее физически, тяжелее в весе, не уступающие, условно говоря, в скорости, но он органично все это делает. И это работает. Вот здесь получается, что на такой спортивной карате ВКФ оно спокойно ложится на ту же самую концепцию ММА. То есть оно включило в себя отлично бросковые техники. Причем бросковые техники не каратистские, там он вполне дофига себе выполняет через бедро броски, которые выглядят классически, как броски дзюдо или броски самбо. Понимаете идею, как это выглядит, интересно? Вот что значит ММА. А то мне просто задолбали уже постоянно говорить о том, что Шилов, ты вообще что-то, тебя не понять. У тебя пятый дан по традиционному карате, ты топишь за ММА. Блин, еще раз, ребята, не за ММА, как UFC, не за ММА, как соревнования и шоу, а за ММА, как смешное боевое искусство. Любое карате, любое, оно может быть ММА, любой вид. Берем шотокан, и он становится сразу ММА, как только мы там начинаем активно работать, предположим, технику самогилоктей в клинче, добавляем к технике шотокан, и добавляем, предположим, технику партера, которую органично вплетаем в ситуацию, когда вдруг оказался на земле. Ну, бывает такое. Вы же сами говорите, что в технике карате есть броски. Ну, так вы думаете, только вы бросать, что ли, будете? Ну, предположите, что вас бросили и собираются добить. Ну, так и примените из этого партера технику бразильского сам джиу-джитсу. Запретите противнику ногу и вырвите колено ему. Сделайте ему рычаг пятки. Тьфу, это-то, скручивание пятки. Или в итоге завалите и сделайте сам твистер ему. Все. Все будет прекрасно. Вот это будет супер шотокан, понимаете? Или если вы сможете в клинче быстро, как Рафаэль Агаев тот же самый, сделать какой-то, там, где-то бросок, ну, прям вот вообще. И шикарного содвивания произвести. Но бросок не как это в ката карате выглядит, там, когда Бункай показывает, говорит, вот это можно интерпретировать как бросок. А который вы реально умеете делать, реально. А как его натренировать? В борьбе натренировать можно, борьбу надо работать. Вот так вот, друзья. Но нельзя работать отдельно борьбу, отдельно бокс. Потому что, если вы будете отдельно борьбу с борцами тренировать, а бокс с вами боксерами только, вы, они не смогут научить вас. Вот, предположим, чистый борец, он, конечно, молодец, он прекрасно борется, и ему, как бы, в партере, ну, равных нет, условно говоря. Да, это классный борец, из других, из-за других, из-за других единоборств, с ним бороться смысла нет. Но, конечно, любой борец должен понимать, если мы говорим о боевых искусствах, как о совокупности, да, всех возможных сам техник, что в борьбе будут бить, еще придающих к всему, и за что-то хватать. То, чем, и бравируют, предположим, те же самые специалисты по отрыванию яиц и выкалыванию глаз. Так вот, только тогда хорошо борец будет интегративно бороться со всеми, если он будет отлично понимать, что его в партере будут бить. Ну, вот, какой вид борьбы делает опоправку при проведении приемов в партере на то, что, возможно, в партере его будут бить? Только всякие различного рода боевые самбо, и то, наверное, нет, там правильно запрещено. Только панкартионы с МММи, все, понимаете? Там, потому что лежа бьют и добивают, и в партере можно бить реально. Да, конечно, безусловно, в свободном поединке есть ограничения в соревновательных, в спаррингах учебных, там, конечно, ничего не оторвут, и ни кадык, ни яйца, не выкалятся мне глаза. Понятно. Но свобода перемещения и понимания, что в партере могут нанести удар есть только там. Ну и все. А потом можно, конечно, там надеть суперфейсы и имитировать добивание по глазам, предположим, и в партере. Если хочется отточить уже более филигранное и точное попадание в свободном поединке. Только не бить со всей силы, а просто обозначить. Да, можно. А бить реально можно в грудь, в голову, пусть опять же даже не со всей силы, но в свободном поединке. Вот только вот ММА дает эти возможности. Так что ММА – это собирательный образ. Собирательный. Это прежде всего стратегия. ММА – это стиль. Свой, собственный стиль ведения боя, при котором, я делаю свой резюме, при котором боец может легко переходить от ударки в борьбу и в борьбе продолжать ударку органично. То есть он так и научен, чтобы одно у него легко перетекало в другое. Как хороший борец дзюдо или борец самбо может перевести один прием на контрприем, законтрить контрприем. То есть это такая вязь. Такая изощренная вязь переведения одного приема в другой. Вот так боец ММА легко должен именно в стиле ММА, в концепте ММА переводить легко ударку в борьбу, борьбу в ударку, в борьбе продолжать ударку, а в ударке спокойно бороться. Вот. А теперь с удовольствием я я вижу ваши комментарии в самбо тоже еще добивают в боевом очень замечательно. Причем даже все, я понял. Ребят, пишите свои комментарии, я попытаюсь это видео транскрибировать тоже, те концепты, которые я здесь изложил. Это будет еще отдельная статья, но в то же время будет замечательно, если мы подискутируем прямо на странице под этим видео. Все, всем пока. Продолжение следует...